изучаем с вами вместе продолжает нас вести по темным переулкам объясняю что надо работать и с негативом который внутри что мне честно вам скажу очень не нравится прям не могу не могу понять но сегодня кстати понял почему мне не нравится и все-таки что он имеет ввиду по-настоящему смотрите давайте еще раз природа человека природа человека она как устроена значит внутренняя рептилия внутренняя млекопитающая которые из каждом из нас да она решает свои задачи и она пугливая пугливая все животные пугливые посмотрите на животных и они все для кого-то пища даже львы и тигры они пища для диен каких-нибудь до старого кого-то льва гены съедают животное все время она борется за свою жизнь в цепочке в пищевой цепочке выжидают выживания я сегодня думал утром смотрел окно смотрю окно такое горы так и где живу до видно горы лес и думаю в древности очень в древности да он он смотрит на это все он же не видит за этой горой что за горой он не знает и он живет когда в своем мире все вот это вот маленьком мир те до который он видит ему по большому счету страшно то есть как авраам ушел из урка с дима где была вся его семья где были племена там его родственники все да он ушел из этого урка с дима пошел по слову бога куда иди туда не знаю куда найди то не знаю что в землю которую я укажу тебе теперь люди просто они сидели вот видели маленький кусочек мира своего и очень боялись постоянно а были сумасшедшие например александр македонский тоже мне непонятно совершенно его мышление когда он собирает своих значит головорезов этих всех и говорит ну что идем захватывать окрестные страны куда захватывать от аж тут жены дети он говорит не идем сейчас всех захватим всех побиваем а если они нас не да мы победим скорее всего все идем мы победим и они идут значит и вырезают на пути все встречающиеся города все кто оказывает сопротивление война значит режет друг друга на кусочки забирают в рабство то есть люди на протяжении всей истории были очень очень пугливые невероятно пугливые постоянно страшно за свою жизнь и периодически даже недавно была вторая мировая война бомбежки все даже сейчас идут войны и реально психика человека она настроена больше на поиск негатива на поиск опасности теперь хорошо значит человек который это все осознал и понял он не хочет жить стрессе да потому что стресс он он ухудшает иммунитет улучшает настроение человеку плохо настроение плохое и он начинает искать способы как быть счастливым значит сама мы изучили много способов уже мы изучаем самый главный способ это благодарность и у нас было 120 уроков по книге которая называлась сад благодарности рамшова маруша то есть главное видеть мир сквозь призму что всевышний хочет добра люди действительно некоторые люди они хотят друг другу зла и они пытаются сделать зло но таких людей слава богу меньшинство то есть большинство людей если мы посмотрим даже на себя то есть обычный человек он большую часть времени он не делает никому зла и он не хочет никому делать зла нормальные люди если единицы сумасшедшие маньяки какие-то люди которые хотят делать зону их меньшинство но не очень противные как занозы да и вот эти занозы они цепляют второй способ который лишает человека радости и счастья это реактивность то есть если какая-то один сумасшедший у нас есть на районе где живу есть один сумасшедший и вот он этот сумасшедший он в припадках у него эти как называется но есть два вот две фазы да то фаза он такой прибитый то фаза он слишком активный он нападает на людей он там всех оскорбляет он ну делать разные вещи вот он этот человек он недавно у нас в синагогу заскочил там одному разбил телефон другого там он кричал оскорблялся его забрали уже девять раз госпитализировали подлечить я сегодня раввина утром спрашиваю на этом самые рвот один там перестал ходить синагогу после этого что ну и мой тот суммашесть разбил телефон почему-то он его сильно не влюбил я этого раунд и сторон из спрашиваю а что перестал этот ромоша ходить он говорит перестал в эту синагогу перестал боится я говорю а что это важнее сумасшедшего горит его госпитализировали на принудительно и говорит перед песохом его выпускают и он такой реор似 говорит, ну не знаю, что делать, потому что а что сделать с ним? Он там в жену бывшую камни тядает, в ее дом там. И получается, что вот такая одна заноза, да, человек, который один делает зло, он, когда он сделал зло многим людям, то человек, которому сделали, ну, который получил какое-то зло, он потом тоже ходит такой весь взведенный, может других тоже зацепить. Получается, что в этом мире ложки дегтя, они очень противны. Дегтя, это было такое противное, вонючее такое вещество, которое, если одну ложечку ты кладешь в бочку, то она могла испортить всю бочку меда. Теперь, что получается? Получается, что мы изучали сад благодарности, и нам говорит Раф Шаломаруш, он говорит, единственная возможность в этом мире быть спокойными, по-настоящему, это настолько положиться на Всевышнего, настолько со Всевышним соединиться, настолько через благодарность и доверие Всевышнему свое мышление перестроить, чтобы даже, если тебе приходит какая-то негативная история в твою жизнь, которую ты расцениваешь как негативная, все равно верить, что это все для позитива, для добра, Всевышний тебя любит, и Всевышний тогда тебя вытащит из любой ситуации в заслугу того, что ты веришь, что он тебя вытащит за благодарность. Хотя, опять же, то, что ты попал в эту ситуацию в плохую, это тоже любовь Всевышнего, которая показывает тебе, что ты не туда зашел. То есть, когда человек заходит в какую-то ситуацию, например, с этим раввином, ну, вы все равно не знаете, кто это, я без имен назову, как бы, он этот раввин, он очень добрый, очень хороший все, но у него есть такой пунктик, он ненавидит правительство Израиля, он считает, что от них все зло. И он прямо иногда, он прямо взрывается в этом гневе, и я ему прямо говорил, ему говорю, вы же такой добрый, хороший человек. И вот Любач Стребе говорил, что надо только хорошо думать там все. А что же вы так ненавидите? Ну, то есть, они стараются, то есть, можно на них по-разному посмотреть, кто-то их любит, кто-то не любит, но, значит, это неоднозначно. Зачем вам нужно вот это вот прям взрывы этой вашей ненависти? Он, значит, ну, я не знаю, ну, не услышал, он меня, мне кажется, не услышал. Тогда Всевышний ему посылает вот такого человека, который вдруг неадекватный взрывы ненависти, который на него вдруг напрыгивает, вообще непонятно с чего, да? Возможно, Всевышний посылает каждому из нас вот такие вот какие-то моменты для, как мы учили в Мишле в притчах царя Сламона, что тот, кого Бог любит, того он, того он наказывает, не наказывает, увещевает, увещевает, он ему дает какие-то знати для того, чтобы человек понял, что, что в себе надо исправить. теперь получается, это мы как бы итог книги Равшала Маруша, там идет все через позитив, он говорит, благодари за все, за все, за все, за все, и это лучшая твоя стратегия, даже когда тебе плохо, даже когда тебе что-то не нравится, все равно благодари, и этим ты вырулишь из этого, из этого, ну вот, заноса, куда тебя занесло. Теперь автор этой книги, он нам говорил, 19 дал инструментов, эта книга не про счастье, эта книга льет бы семха, радость. Радость это более поверхностное чувство, чем счастье. Счастье это, значит, счастье это такой внутренний фон, когда ты уже выстроил, да, значит, счастье это внутренний фон, такой свет, когда ты просто тебе вот хорошо, внутри у тебя постоянное ощущение этого хорошо. Радость это, радость, веселье, это более резкие всплески позитивных эмоций, которые возникают, когда, как реакция на что-то, что произошло. Эта книга «Как создать себе», 19, он пишет нам, 19 инструментов, «Как создать радость». Такая более поверхностная, инструментальная такая история. И дальше вот мы дошли до части, которая идет, нельзя сказать, что она идет в разрез с тем, что говорил Раф Шаламаруш, но он делает здесь акцент на том, что если тебе внутри плохо, ты должен это плохо как-то вытащить из себя, разобраться, проговорить, понять и так далее. Вот мы это учили прошлый раз и называлось прошлое у нас между сердце, сокрушенное сердце и грусть. Он написал нам разницу. Грусть это, когда это противоположное счастье. Счастье это у тебя, когда внутри внутренний свет, такой позитив, а грусть это, когда у тебя внутри постоянно фоновая серость такая и, знаете, серость и бессилие. Это грусть, а следующая станция это депрессия. Теперь, значит, он говорит, что грусть запрещена в любом случае, а сердце сокрушенное, это когда тебе плохо. это тоже яркое такое вот проявление и прямо усиление этого чувства может быть, да, то, что тебе плохо в течение короткого времени для того, чтобы плакать и просить у Всевышнего, чтобы он тебе помог. Это его как бы методика. Я в этой методике чуть-чуть, я ее опасаюсь. Почему я ее опасаюсь? Мне кажется, что когда ты входишь в негативную эмоцию, ты можешь потом не выйти из нее. Ну, то есть, мне все-таки путь Равшаламаруша больше нравится, когда даже тебе плохо, ты благодаришь Всевышнего и он тебя вытаскивает из этого. Мне такой вариант больше нравится. Сегодня он нам дает совет, называется Хижбо Нефеш Хьюви. Значит, Хижбо Нефеш это самоанализ, позитивный самоанализ. Он приводит в начале примеры такие жизненные, чтобы мы поняли, что такое позитивный самоанализ. Он говорит, как-то мне один мой Миша кто-то, да, пришел ко мне и говорит, я боюсь каждый раз, когда мне звонят из банка. И когда мне звонят из банка, я очень боюсь. Я его спрашиваю, он говорит, а что ты боишься? Он говорит, ну, они же не будут просто так звонить, значит, какая-то проблема есть. Я его спрашиваю, а почему ты не знаешь, что у тебя есть проблема в банке? Он говорит, я очень не люблю и не занимаюсь своим счетом. То есть, я не занимаюсь счетом, поэтому оно как-то все идет самотеком, потом, когда мне звонят, я знаю, что есть какая-то проблема. Я ему говорю, а что ты больше боишься, вот этих звонков проблемных или просто заниматься своим банком? Он говорит, ну, наверное, звонков больше боюсь. Так я ему говорю, тогда занимайся каждую неделю просто просматривая свой счет, свои расходы, свои доходы, и тогда тебя не будут пугать звонки из банка, потому что ты все будешь знать. Это было его вступление, он объясняет нам вот это понятие обитойный фэш, самоанализ. И он говорит, самоанализ, он тоже выглядит чуть-чуть пугающим, когда человек начинает искать в себе какие-то проблемные точки, где у него там что-то не работает и так далее. Но он говорит, и говорит, я же в начале книги, я уже на эту тему говорил, что это перфекционизм один из главных барьеров для счастливой жизни. То есть, когда человек перфекционист, то он по-любому будет страдать, потому что в этом мире достигнуть перфект, вот этого состояния совершенства, невозможно. И если он с этой точки зрения смотрит на себя, и ищет у себя какие-то недостатки, особенно если он перфекционист, так ему всегда будет плохо. То есть, я, например, не дотягиваю совершенно до своих ожиданий от себя же. То есть, я думаю, я учусь мало, бегаю мало, тренируюсь мало, все мало, мало, мало. Почему мало? Это тоже большой вопрос. Как человек оценивает себя, что он ставит нормой? Кто-то перфекционист, он ставит нормой, он очень высоко закидывает или задирает планку ожидания от себя, от себя. Сейчас мы говорим хешбон нафиш, это самоанализ, это личный анализ себя, не анализ других. Теперь, кто-то от себя имеет большие ожидания, кто-то от себя имеет меньше ожидания, и он говорит, когда ты занимаешься самоанализом, то, с одной стороны, это очень полезный процесс, потому что, если ты не будешь находить вот эти вот свои точки роста, то как же ты будешь тогда развиваться, но, с другой стороны, если ты, значит, если ты углубляешься в этот самоанализ, и ты недоволен собой, и ты находишь то, что тебе в себе не нравится, так это явный путь к грусти, к негативным эмоциям. Что он советует делать? Он говорит, вот здесь, и тут нужно научиться этому, но мне, я не знаю, как это сделать. Он говорит, есть вот это вот определенное время, которое ты выделяешь для самоанализа, например, 10 минут в день, 5 минут в день, посмотреть прошлый день, вот он говорит, нужно на вот эту негативную часть, которую он называет, там, выражение негативных эмоций, анализ негативных эмоций, значит, сокрушенное сердце, когда ты там плачешь и выражаешь Всевышнему, где тебе больно. Он говорит, всему этому, включая самоанализ, где ты ищешь, где у тебя что не работает, нужно уделять, нужно уделять короткое время, да, то есть, есть вот это время, час, идбод и дуд, когда ты разговариваешь со Всевышним, и в этом части там нужно выделить, например, 10-15 минут на поиск негатива, да. Теперь, теперь, что дальше? Теперь, что дальше? Дальше получается интересная вещь, то есть, есть, можно каждый день просматривать себя с точки зрения самокритики, да, самоанализа и находить, в чем у тебя что-то не работает и потом переходить опять на позитив. Можно идти в неближе вот такой вот подход, например, есть в Талмуде, есть в трактате Брахот, есть такая схема, что если страдания пришли к человеку проверить свои дела, если проверил дела и не нашел почему пришли к тебе страдания, значит, мало учил Торы. Только в своем поведении, только самоанализ это свое поведение. теперь вот возьмем ситуацию, человек, например, страдает, да, вот, теперь, значит, человек, человек, значит, он, возьмем ситуацию, когда он просто занимается самоанализом, у него все нормально, вот он, у него все нормально, но он думает, а что мне нормально, вот как со счетом в банке, ему же еще пока никто не звонит, значит, вроде нормально, зачем ему лазить там по счету, смотреть, как у него там идут дела, расходы, может он, то есть, он ждет звоночка, когда ему позвонят, что что-то ненормальное, в момент, когда что-то ненормальное, он начинает думать, что я, наверное, как-то, ну, может тяжело, тяжело вылезти, да, из этой ситуации, поэтому все-таки есть большая логика в том, чтобы делать ежедневный хиш-бон-эфиш, то есть, самоанализ, и проверять себя на соответствие каким-то своим, своим продуманным критериям, чего ты ждешь от себя и от своей жизни, то есть, и когда ты проверил, сделал для себя какие-то выводы как знаете замет померял температуру диагностика такая после этого целый день ты благодаришь радуешься 19 инструментов мы изучили радости то есть ты себя усилием своим решением ты держишь себя в позитиве да но вот именно наверно если там большой смысл делать эти самоанализ как он советовать ежедневно и чуть-чуть все-таки смотреть на себя искать где у тебя есть какие-то пробои относительно того как ты сам считаешь ты сам должен себя вести жить и так далее и здесь он приводит приводит кусочек из рабе нахмана и он говорит так значит есть такое понятие лям тик-1 лям тик-1 это сделать сладким суд объясняет рабе нахмана он говорит чтобы сделать сладким как бы сделать менее горьким суд когда тебя судят на небе имеется ввиду небесный суд когда человеку приходят то есть верующий человек он верит что все что с ним происходит приходит от всевышнего и хорошая и плохое это он оценивает хорошая плохое потому что иногда бывает он оценивает плохое но в итоге дает хорошая а иногда он оценивает как хорошая но в итоге может быть плохое верующий человек, он верит, что все приходит от Всевышнего и все приходит к лучшему. Это его как бы аксиома. Все от Всевышнего и все к лучшему. Дальше. Но если приходит что-то плохое, значит Всевышний ему шлет это плохое. То есть Дин это суд. И вот этот вот небесный суд, грубо говоря, да, это причина следственной связи, система, карма, как хотите, называйте. Но это, когда человеку приходит что-то плохое, это ему возвращается, что-то, что он сделал когда-то. Просто так ничего нет. Теперь, значит, но понятно, что каждый человек, который получает страдания, он хочет максимально быстро из него вылезти, ему это страдание не нужно. Поэтому, говорит Рабин Ахман, если ты хочешь усластить вот это вот страдание, суд, устрастить суд, усластить суд, значит, как это можно сделать? Через то, что человек судит сам себя. О! То есть, если, например, я помню, есть такой совет в семейных отношениях, например, да, или когда кто-то вас критикует, это из Дела Корнете еще был совет. И совет такой был. Если тебя кто-то критикует, начни критиковать себя еще сильнее. Кто-то тебе говорит, там, ну, жена мужу говорит, ты там не сделал, не сделал это. Вместо того, чтобы говорить, нет, я сделал, и оправдываться, ты скажи, да, я не сделал это. Как ты мог? Как я мог вообще? Я просто это не... Только главное без сарказма. Я прямо вообще, как я мог? Это не некрасиво, это ужасно с моей стороны. Это хуже некуда. Только без сарказма. Ты меня не любишь. Я понимаю, что это выглядит так, мне очень жаль. И я понимаю, это вообще нет мне прощения. Все. Если ты сам себя ругаешь, ей уже добавить-то нечего. А когда ты сам себя ругаешь, то тебе как не так сложно, когда кто-то другой тебя ругает. Вот здесь, на этом простом примере, нам понятно, что имеет в виду Рабин Ахман. Он говорит, когда у тебя начинается неприятность, ты вместо того, чтобы с ней бороться, и против нее возмущаться, значит, можно уменьшить вот этот суд на небе через то, что ты начинаешь сам себя судить. То есть, то, что человек сделал, он сам должен это судить сам лично, за каждую вещь. И надо ли было так делать? То есть, правильно ли я сделал? Это он объясняет, вот это вот, если страдания пришли, проверить свои дела. И проверить свои дела, прям прощупает их, свои поступки. И он их тогда исправит, как должен, по суду Торы. То есть, если он видит, что он где-то нарушил, то тут же надо исправлять. И через то, что человек судит себя сам, через это он услощает и убирает суды, которые на небе. Потому что, если суд начался внизу, сам человек себя судит, нету суда наверху, на небе нет суда. То есть, дает он нам такой Робинахман совет. И этим он объясняет, почему человек должен, хорошо для человека, не то, чтобы должен, хорошо для человека выделить время для того, чтобы сделать себе самоанализ. Хишбон Нефиш. Но для этого нужно точно знать, чего ты от себя ожидаешь. Какое поведение ты от себя ожидаешь. Как ты считаешь, что ты должен строить свою жизнь. И когда ты делаешь этот самоанализ, нужно честно сказать себе, я не доделал, я не доделал. Но тут же не надо проваливаться в какую-то яму, а тут же нужно себе сказать, я прошу Всевышнего, хочу доделать. Вот тут я молодец, там я молодец, здесь я молодец. То есть, тут же вывести себя из вот этого вот ямы, в которой ты оказался, и с новыми силами, с верой во Всевышнего, с молитвами, танцами, песнями, шутками, начать исправлять свою ситуацию, потому что просто сидеть и говорить, что что-то не работает, оно вообще не помогает. Ну, просто вообще не помогает, никак. Говорить, что что-то плохо, ну, плохо, да. Сразу же после этого нужно, а как мне сделать, что я хочу? Вот этот вопрос нужно записать. В любой проблеме нужно себе забрать вопрос, что я хочу? И дальше, как я могу это получить? Как я могу это получить? И молиться. Если не можешь, значит, хочешь что-то другое. Но нужно куда-то двигаться вперед. То есть, хочешь, чтобы стало лучше? Действуй. Всегда есть возможность. И благодарность Всевышнему, это один из главных инструментов, чтобы выйти из любой тяжелой ситуации. И вот сегодня у нас очень здесь хороший такой урок про счастье в этой книге. Очень короткий совет, такой мне нравится. Значит, он говорит такую вещь. Когда человек испытывает радость, счастье, когда? Когда что-то происходит, и вот тогда, когда что-то происходит, в ответ на это человек радуется. Он говорит, ну, мы пропускаем еще одно звено, недостающее. значит, когда что-то происходит так, как мы хотели, мы получаем то, о чем мы мечтали, то, что мы хотели, то мы мысленно говорим себе, какое счастье, наконец-то исполнилась моя мечта. Я получил то, о чем мечтал. Это потрясающе. И вот эти слова, эти мысли, это то, что соединяет наше ощущение счастья с реальным событием, которое произошло в нашей жизни. То есть, когда что-то происходит, есть еще и мысль, что как хорошо, что это произошло. Он говорит, а вот давайте зададим себе вопрос. А можем ли мы эти же слова произнести прямо сейчас, в нашей каждодневной жизни, без того, чтобы случилось с нами что-то такое вот исключительное? И ответ, да. Если вы можете сказать эти слова, спасибо, хорошо, что со мной это произошло, на простую вещь, то эти слова вызывают счастье. И дальше он говорит, давайте, говорит, я вам сейчас приведу пример. Вот есть бизнесмены, сидит два бизнесмена, один говорит, я могу инвестировать 90 долларов и заработать 10. Значит, а второй говорит, а я могу инвестировать 10 и заработать 90. кто из них более способный бизнесмен? С тем бы вы хотели быть партнерами? С тем, который умеет из 90 добавлять к ним 10 или с тем, кто к 10 умеет добавить 90? Он говорит, конечно же, конечно, те, которые могут из 10 делать 90, то они более талантливые. теперь, а теперь перенесем это же на счастье. Те люди, которые умеют самые простые, казалось бы, элементарные вещи в жизни превратить в источник большого счастья, это те, кто умеет превратить 10 долларов в 100, а иногда даже 1 доллар в миллион. То есть, люди первой группы, они говорят, ну я буду счастлив, если произойдет что-то выдающееся. Люди второй группы, они говорят, а чем мне ждать выдающегося? Я сейчас урок прослушал, и я превращу его в огромное счастье. Как? А я поблагодарю за это, я поработаю над этим, я подумаю, как хорошо, что это произошло, этого могло бы и не быть. А сколько людей вокруг несчастных страдает. И он берет вот этот маленький, маленький кусочек добра, который есть в жизни каждого из нас, и превращает каждый этот кусочек маленький добра в огромную бочку счастья. Это то, что он говорит, будьте счастливы. Значит, научитесь, научитесь превращать микро вот эти искры счастья. В этой книге он называл это находите искры счастья и с помощью своего внимания и усилия раздувайте из них прям большой костер счастья, радуйтесь, веселитесь, находите поводы для этого, и старайтесь, старайтесь превращать искры в огонь счастья, в огромное счастье. Все, всем удачи, успехов, всем удачи, успехов, благополучия, радости, счастья. Мы с вами учим очень много полезных инструментов, теперь осталось только делать. Осталось только делать, применять, и главное вот это намерение двигаться в сторону добра, счастья, радости, улучшать свою жизнь, и все это можно делать только через связь со Всевышним, через Советы Всевышнего, и, значит, всем удачи, успехов, чтобы Бог помогал нам во всех хороших делах. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok